Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Мария Вишняк, русский художник. Добрый день, Мария. Добрый день, Александр. Не так давно произошла трагическая ситуация. В одном из московских храмов по факту были уничтожены росписи нашего великого соотечественника Александра Соколова. Многие известные архитекторы, иконописцы выразили свое возмущение этой ситуации, написали даже письмо святейшему патриарху Кириллу. Как, на Ваш взгляд, как могла такая ситуация произойти и что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось впредь? Вы знаете, ситуация настолько тотально трагична, что я начну со сказочки. Представьте себе, в некотором царстве, в некотором государстве живут люди, которые друг друга слышат. Царь, который реагирует на все просьбы своих подданных. Патриарх, который слышит всех своих иерархов, священников и прихожан. Врачи, которые великолепно лечат. И учителя, которые дают удивительное образование, глубокое своим ученикам. К сожалению великому, этой сказки у нас нет в России сегодня. И даже те прекрасные учителя, которые учили нас, сегодня уже в мире ином. И ситуация усугубляется тем, что сегодняшние пастыри и архипастыри не получают того глубокого образования, которое получали люди 30, 40, 50 лет назад. Уходят учителя. И поэтому церковное образование, художественное образование наших священнослужителей оставляет желать лучшего, к великому нашему прискорбию. Я думаю, что эта проблема общеизвестна. Совсем недавно я видела прекрасную передачу, составленную из фотографий иконописной школы Афонского монастыря. Это были фотографии 20-х годов, 30-х и 50-х. И люди с прекрасными лицами, одухотворенные, утонченные, они писали иконы масляными красками. Эта школа, она продолжалась и сейчас. То есть мы фактически имеем огромный разрыв в традиции иконописания с 19 века по, может быть, 70-е годы 20-го столетия. Получилось так, что даже наши великие святые были воспитаны на живописных традициях. Они привыкли видеть в храмах трехмерное живописное изображение. И поэтому та школа иконописи, которая вот как сквозь асфальт стала прорастать, возрождаться сначала с матушки Ульяне, отца Зенона, и вот 70-е годы, 80-е, 20-го века единицы среди художников стали возрождать. Это фактически новая, новая страница в истории иконописания. То есть разрыв традиции – это очень большое горе. Разрыв этот получился не только в живописи и в духовной жизни точно так же, потому что форма, как известно, дух бережет. И поэтому вот это решение, которое было принято, как мы узнали, сверху, о том, что должны быть сбиты фрески Соколова, которые выполнены в иконописном стиле и восстановлены очень посредственными мастерами, я это видела просто, живописные изображения того, как им кажется, того, что там было. Это трагедия, это, понимаете, это просто боль нашего времени. Не хватает культуры духовной восприятия, не хватает культуры сохранения того прекрасного, что уже есть, что уже выросло. Это уничтожение просто от дремучей неграмотности, от просто беспросветной неграмотности сегодня. Там новый настоятель, и я думаю, что, может быть, его горячее рвение преобразовать все в одном стиле, или, может быть, это сверху поступило, есть такое предположение, указание восстановить храм полностью в одном стиле. Но дело в том, что церковное искусство – это дерево, на которое прививаются разные сорта. И если оно живое, оно вырастает и дает свои плоды. И творчество Соколова в этом смысле было абсолютно церковное, евхаристичное. Оно было строго традиционное, при этом индивидуальное. То есть это творчество, которое выросло из своего личного опыта. Саша был прекрасно образован. Он очень много ездил по миру и очень много почерпнул, кроме того, что из книг, из академической школы, из Трогановского института, очень много из музеев, из храмов по всему миру. Поэтому его живопись, она такая многомерная. Она очень живая, она прожитая, я бы сказала, пропетая. Вот вы все знаете, как бывает на литургии, кто-то не в попад, кто-то… Но литургия, тем не менее, складывается и получается чудо. Потому что, как известно, Господь смотрит не столько на форму, сколько на сущность, на сердце. И поправляет всю нашу жизнь сам. Если это искренне, а не стилизованно, если это не работа под какие-то правила чужие. И, наверное, в этом смысл, самый большой смысл и творчества, и жизни любого христианина. Встретиться со Христом лицом к лицу. Вот своей несовершенной личностью, вот с великой милостью, с этой личностью Бога. И вот, может быть, от этого бесстрашия, в каком-то смысле дерзновения, и рождается великое творчество. Немногие знают, что это за процесс, как расписываются храмы. Кто-то может сказать, ну, что такого. Одни замазали фрески или сбили, другие появились. Опишите, что это за процесс. И я читал дискуссии о сложившейся ситуации, в том числе известные архитекторы говорили о том, что необходимо обсуждать авторское право, что нельзя разрушить произведение, как минимум не согласовав это с автором или с его наследником. Как это происходит, и почему это действительно представляет ценность, такая работа? Ой, ну, в нашем государстве о правах авторских очень сложно говорить. Я бы... Это очень больно. Мы написали письмо, коленопреклоненное от всей семьи, митрополиту Дионисию, с просьбой отдать нашей семье иконостас центральный, для того, чтобы мы смогли передать его в какой-нибудь храм. Но уже по нашему выбору, по нашему желанию. Просто подарить его в какой-то храм. Но пока, как вы понимаете, полное молчание, в ответ тишина. Ну, давайте уточним. Сейчас речь идет о демонтаже еще иконостаса, который был создан Александром. Да, да. Потому что в этом храме принято решение все привести к единому стилю. То есть там будут восстановлены... Все три иконостаса будут демонтированы и сделаны в едином стиле. Боюсь, что знатокам истории искусства, знатокам церковной истории, истории иконописи, будет трудно находиться в этом храме. Мне так кажется. Дело в том, что уровень сегодняшнего образования среди художников, мы это все понимаем, даже те, кто получили серьезное образование, он сильно отличается от школы, которую получили люди, например, в Императорской академии художеств. Что нужно для того, чтобы стать иконописцем? Во-первых, дар. Во-вторых, колоссальный опыт работы. Сначала ремесленной, технической и, безусловно, параллельно духовной. Это не может быть сделано, как теперь масса тренингов. За три часа мы вас научим писать иконы, за неделю будете танцевать в балете и так далее. Это невозможно. Представьте себе, что вашей матери делать операцию, и вот такой вот подготовленный за неделю человек будет делать операцию на сердце. Сегодня вот эта легковесность, легкомыслие, оно повсеместно к великому нашему трагизму. Просто я не знаю, что ждет нас. При всей моей вере в то, что у каждого человека море талантов. Господь даровал каждому такое количество талантов, такое обилие. Мы просто этого не понимаем. Но при вот этом легкомысленном отношении к своим способностям, безответственности, я без оптимизма смотрю вперед. Хотя я и преподавала много лет и с удовольствием сейчас занимаюсь с детьми и со студентами. Но при таком отношении мы ничего не сможем сделать всерьез, как это делали наши предки. Но все-таки давайте опишем, как создаются росписи храмов. Как создаются росписи. Есть ли художник, имея прекрасную подготовку, имея духовную жизнь? В чем состоит она? В причастности литургии. Потому что своими силами сам художник много может чего сделать, но без благодати, без Духа Святого это будет пусто. То, что мы наблюдаем сегодня, к сожалению, очень во многих храмах. Есть творчество, но нет жизни в этом творчестве. Сначала, естественно, человек, который прекрасно понимает, что должно находиться в церкви, на каких местах. Есть, естественно, каноны, есть иерархическое распределение сюжетов. Делаются эскизы. Эти эскизы, конечно, согласовываются с епископом. И не только с освященником, с настоятелем храма, но с епископом. То есть эта традиция очень древняя. Получается или не получается одобрение. Есть какие-то пожелания, чтобы что-то исправлялось, что-то менялось. И только после этого начинается рисунок на стенах. Естественно, на прекрасно подготовленной стене. Сегодня, слава богу, есть технологии, которые позволяют все делать изумительно на века, на эры. Вот сегодняшние наши материалы, они предполагают вечное существование. То есть и мороз, и влага не страшны. Но только землетрясения могут повлиять на фрески. Слава богу, изобретены вот в конце 20 века замечательные краски. И тогда художник, который живет церковной жизнью, находится в полном круге церковных праздников. То есть он живет жизнью в церкви. Он живет Христом. Только тогда он имеет право изображать. Мы не можем и не имеем права делать то, что мы не любим. А полюбить можно только то, что ты знаешь. Поэтому, если ты что-то любишь, ты должен на всю глубину постараться узнать предмет своего творчества. Саша очень много работал в больших храмах. Это был Киселевск, например. Был построен прекрасный храм, где он руководил росписями. Там был большой коллектив. Это был один из последних великолепных храмов. Это храм Рождества Христова в Матищах. Просто не храм, а симфония. Такая удивительная. Можно поехать посмотреть. Прекрасный храм, расписан. А в Дияшево – это Уфимская область, Башкирия. Мозаики, например, тоже из последних лет сделаны у отца Виктора Потапова в Вашингтоне. И продолжала уже эта дочь, то, что не успел сделать Саша. Ну, вот из больших храмов таких, в которых принимал Мельник в Польше, это городок Мельник. Это храм Казанской Божьей Матери здесь, в Троицке, под Троицком у нас в Москве. Великолепный иконостас в городе Баку, в соборе, совершенно неизвестный. Мы не успели его включить, большую книгу, посмертную Сашину. Просто не успели съездить и отснять. Надеемся, что в будущие издания какие-то мы обязательно это поместим. Вот в Царицыно мне бы хотелось отдельно сказать, что это были за фрески. Ведущие сегодняшние иконописцы, художники, все считали, что это абсолютно уникальные росписи. Уникальность их была в том, что они не повторяли древние фрески, не были какими-то перепевками живописных сюжетов. Это было абсолютно личное, вот такое музыкальное произведение на тему Ветхого Завета, на тему сотворения мира. И надо просто сказать, что в это время Соколову Александру было 33 года. Это был папа четверых детей. молодой, в расцвете сил творческих человек, который за год до этого написал икону, неупиваемую чашу, ставшую чудотворной, по милости Божией. Этот человек просто в полном расцвете своих творческих возможностей. И человек очень любимый, человек очень любящий, человек щедро дарящий свое профессиональное мастерство очень многим. Тогда многие к нам домой приезжали, и он преподавал все это в Тихоновском институте какое-то время. Он расписывает храм под руководством отца Георгия Бреева, известного московского духовника. И эти фрески, они не были сделаны очень быстро и легко, потому что, как говорил наш духовник, вчерашние комсомолки, которые сегодня в церкви, были бабушки, они имели очень большой вес, силу голоса. Они ежедневно приходили к отцу Георгию Брееву и говорили, это как же так в нашем храме обнаженный Адам и Ева? Отец Георгий, считаясь с этими прихожанками, вчерашними комсомолками, сегоднями рьяными прихожанками, приходил к Саше и говорил, а давай-ка, дорогой друг, вот пальмовые ветви распустим так, чтобы вот все позакрыть сколько возможно. На что Саша наивно говорил, дорогой батюшка, но ведь красота рая была и в том, что тела были совершенны. И вот видите, и Господь Иисус Христос, Который творит их, ведь Адам, он полностью повторяет тело Христа, как, кстати, на древних мозаиках, например, в Монреале. То есть Адам полное повторение формы Господа Иисуса Христа. Ведь это творение Божье, поэтому оно настолько же совершенно. Почему это надо закрывать? Почему это надо перекрывать? Пальмами, листьями. На что отец Георгий говорил, ну, давай будем жалеть этих бабушек. В результате, значит, пришлось там все это перекрывать листьями, пальмами. Вот Саша пытался сопротивляться, потому что совершенство первых сотворенных Богом людей было очевидно. Вот, и древние мозаики все нам об этом повествуют. Но, тем не менее, пришлось считаться с прихожанками. И эти фрески, вот надо просто обязательно собрать весь материал, у кого что есть на эту тему. В прежних книгах наших, изданных, там есть фрагменты, и обязательно показывать людям, насколько это было прекрасно и музыкально, повествование. Это было личное, восторженное, музыкальное произведение, благодарение Сашина вот за то, что сотворил Господь. То есть благодарность была и восторг в этой живописи. Я не знаю, может быть, именно это поставило их под удар. Потому что настолько вот открытое и совершенное. Там, кстати, очень сложная конструкция. Там непростые стены, и он как-то настолько это все красиво распределил. Я думаю, что композиция – это одна из очень сильных сторон Сашиных. Представьте себе композицию симфонии, композицию концерта. То есть скомпоновать – это основа. Когда у тебя есть идея в развитии повествования, это очень важно. Это говорит о большом мастере. Мальчику было 33 года. Вторая стена была, второй эклирос был посвящен исходу Моисея из Египта. И борьба Иакова с Богом. Там были очень-очень красивые, тоже удивительные композиции. Но все это, к сожалению, уже уничтожено. Как долго шла эта работа? Работа эта была около двух лет. И не потому, что там большой объем, а потому, что было очень много припом. К великому сожалению. Я знаю, что вы тоже расписывали храмы. Поделитесь этим опытом. Вообще изнутри, насколько это сложно? Ой, с великой радостью. Знаете, для меня то, что вдруг наша семья, я и двое моих детей оказались продолжателями в каком-то смысле. Вот дело нашего мужа, отца. Это, конечно, великое счастье и просто благодать Божия. В Екатеринбурге, как известно, стоит прекрасный храм на месте гибели царской семьи. И в этом храме митрополит Кирилл, в ту пору Екатеринбургский, попросил написать Сашу высокие, большие, очень ниши, посвященные русским святым. Они все находились на уровне восприятия. То есть весь храм был начат при прежнем епископе другой командой иконописной. А когда уже заканчивалась живопись, спускались фрески вниз, вот нижние, оценив все по достоинству, митрополит Кирилл попросил сделать Сашу. И там шесть ниш, посвященные только русским святым. Как известно, этот храм начинал строиться в эпоху непростую, когда власти Екатеринбурга, там превалировали коммунистические настроения, и было очень сложно посвятить его царской семье. Поэтому храм этот был построен, но посвящен он был всем русским святым. И вот самые главные русские святые, Владимир и Ольга, великие князья Андрей Боголюбский, Александр Невский, местные святые Симеон Верхотурский, Далмат и Сецкий, старец Федор, преподобный Серафим, преподобный Сергий и Петр и Феврония. Вот они были в этих нишах с прекрасным, насколько возможно, портретным сходством, очень, очень внушительно живые, живые, прожитые образы, прекрасные. Дети мои тогда помогали, это был 2012 год, и мои дети помогали, Ника и Иван, помогали делать орнаменты в этих нишах. То есть с папой они работали давно, оставив все свои идеи, Ника, дизайнер одежды, а Иван по образованию повар пятого разряда и еще и управленец поварской, вот, они с удовольствием работали с отцом, у них есть большой опыт. Вот, и когда в 15-м году, к сожалению, очень скоропостижно Саша ушел, полтора года весь нижний ряд где должен был быть им написан цикл о царской семье, он стоял незавершенный, просто стояли белые стены. И через полтора года очень трудно, были полтора года, у меня были сломанная нога, очень сложно, 9 железок, 4 операции, костыли, в общем, все понятно, что я просто не знала, как жить, куда идти, это все даже вот внешне было именно в этих переломах выражено. Приехал к нам домой митрополит Кирилл, вот, я еще была на костылях, и он мне сказал, ты знаешь, ты будешь писать этот цикл, чем привел в полное недоумение всю нашу семью, потому что, говорит, долго думал, я знаю всех иконописцев, московских, прекрасных ведущих, но очень важно, чтобы вся царская семья узнавалась портретно, а это твоя профессия, я портретист, благодаря моему незабвенному любимому учителю Илье Сергеевичу Гозунову, вот, поэтому ты будешь это писать, давай делай эскизы, вот, вылечишься параллельно, вот, и, вы знаете, у меня было, было искушение, было большое желание найти людей, которые смогли бы это сделать достойно, и даже, я пошла на исповедь, сказала одному батюшке, говорю, мне вдруг предложили такое дело, которое я никогда не делала, у нашего отца Анатолия, у нашего духовника, мы расписывали потолок, и я тогда писала, но это был опыт очень небольшой, его никак нельзя назвать монументальным творчеством, и вдруг вот такое предложение, каждая стена шесть на четыре метра, таких стен шесть, а потом оказалось, что еще две большие лестницы, где еще по четыре стены, тоже продолжение было этого цикла, вот, я пришла на исповедь и спросила батюшку, вот, что мне делать, вот, мне дали послушание, а я, наверное, хочу, вот, среди глазуновцев, ребят, моих друзей, найти кого-то, кто это сможет сделать достойно, батюшка говорит, давайте подумаем, вам дано послушание, а вы хотите его переложить на чужие плечи, и вот тут у меня как-то все сложилось. Мария, у нас заканчивается время, программа, мы расскажем обязательно, как завершилась эта чудесная история в следующей программе. Большое вам спасибо. Спасибо вам огромное. И пусть весь мир ликует и поет, распожженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Субтитры создавал DimaTorzok